В сельских поселениях нашего района принимаются меры по локализации и уничтожению очагов амброзии. Известно, что этот сорняк доставляет немало неприятностей. Амброзия не только вытесняет всю полунную зеленую растительность, но и в период цветения ее пыльца является настоящим бедствием для людей, склонных к аллергии. Амброзия полунолистная отличается большой жизнеспособностью, отрастает после пятикратного скашивания, имеет мощную корневую систему, а семена сохраняют всхоженность в почве в течение 70 лет. В настоящее время во избежание чрезвычайной ситуации, связанной с распространением на территории округа очагов вредной травы, опасной для здоровья населения, сотрудники администрации Кашхабрского сельского поселения ежедневно проводят мероприятия по скашиванию сорной растительности на подведомственных территориях. На плановой основе на территории муниципального образования Кашхабрское сельское поселение производится скашивание на газонах культурной растительности, а также на местах выявления очагов произрастания сорной растительности производится скашивание. Именно в августе месяце происходит интенсивный рост сорной карантинной растительности, как амброзии полнолистной, которая является вредным растением, причиняет вред здоровью гражданам, болеющими различными аллергическими заболеваниями. В связи с чем администрации было принято решение проводить рейдовое мероприятие по выявлению очагов произрастания амброзии полнолистной. По результатам рейдов при выявлении очагов произрастания этого карантинного сорняка будет составляться административный протокол на граждан, а также юридических лиц, на чьих территориях произрастает данный карантинный сорняк. Кроме этого, согласно совместных планам мероприятий с фитнесанитарным надзором по республике Адыгея, материал будет направляться в надзорный орган в городе Майкопе. И, в свою очередь, они тоже будут принимать меры по возбуждению дела об административном правонарушении в отношении лиц, которые допустили произрастание карантинных сорняков на их территориях и прилегающих территориях. Эти все мероприятия будут проводиться в течение августа и сентября месяца. Все результаты мы будем рассматривать на комиссии по административным правонарушениям администрации муниципального образования. По результатам рассмотрения протоколов будет приниматься решение либо о наложении штрафа, либо вынесение других мер наказания, предусмотренных законом республики Адыгея об административных правонарушениях. Размеры штрафа там по разным статьям, они варьируются в отношении физических лиц от 500 до 2000 рублей в отношении юридических лиц. Там сумма значительно выше. Комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально. Просьба ко всем гражданам не допускать произрастания карантинных сорняков и других сорняков на своих территориях и прилегающих территориях. Так как меры, которые сегодня принимаются, они довольно-таки жесткие. Законодательство предусматривает крупные суммы штрафов. Поэтому просьба всем гражданам более внимательно относиться к своим согражданам. Потому что заболевания аллергического характера граждане переносят очень тяжело. И это имеет тяжелое последствие. Продолжение следует...